Носки выкидывать надо, а не зашивать. Ты шубу хочешь? Ну, допустим, хочу. А ты что, шубу шить сможешь? Я два года носки штопаю, и мы машину с тобой купили. А это с этих денег? Привет, родульки! С вами Эммануэль. Какая же здесь умная и заботливая женушка. Почему умная? Да потому что у нас равноправие. И все домашние дела делятся пополам. Так же и с одеждой. Если у тебя разорвалась одежда, то бишь у мужа, то заштопывай, зашивай ее сам. Ну, во-первых, я и не умею, меня этому никто не учил. Да и просто лень зашивать, штопать любимому мужу носки. Да и как-то, фу, неприлично. А почему же заботливая? Да все потому что я спрашиваю, заботюсь, интересуюсь. Почему ты зашиваешь, штопаешь носки, мучаешь себя? Лучше бы просто сходил и купил новые носочки за свой счет. Но ведь забота же о нем, а? А как зашел разговор? А шубки-то... О-о-о-о, делай-делай. Я тебя отвлекать не буду. Ведь мне без разницы, откуда ты берешь деньги. Мне особо-то не интересно. Убиваешь, грабишь, отжимаешь что-то, работаешь на трех работах. Главное что? Чтобы денежка была всегда в доме, и этой денежки хватало на меня, любимую. Вот она. Вот она пропаганда равноправия, при которой мужчина должен экономить на себе ради каких-то плюшек, выгод для своей любимой женушки. Тебе сама такое нравится? Да. Классно. Тебе это нравится? Тебе же на меня смотреть. Мне тоже. Что-то я не видел роликов, чтобы что-то было наоборот. А с вами был Эммануэль. Всем пока-пока. И да, любите себя, мужчины.